Всем привет! Сегодня в видео я хочу поделиться с вами 10 советами или лайфхаками, как мне больше нравится, как сэкономить на косметике. Я думаю, для большинства девушек вообще вся эта бьюти-тема, косметика, парфюмерия, уход. Это та тема, куда уходит действительно много денег. Я лично в последнее время как-то равнодушно стала косметике, не знаю, то ли в силу возраста, то ли в силу понимания, как работает маркетинг, то ли вообще это суммарно какой-то накопившийся опыт. В общем, в этом видео я хочу поделиться своими заметками, какими-то и наблюдениями. Первый лайфхак. Покупать косметические продукты не в сезон. Это очень актуально при покупке одежды и обуви. И там я, кстати, тоже этим пользуюсь. Но в косметике этот лайфхак тоже применим, например, при выборе сэнскрина. Если у вас также полгода зима, полгода лета, то почему нет? В этом году я купила солнцезащитный крем еще в феврале. Покупала его в Magnet Cosmetics в акции. По-моему, он 500 рублей стоил. Это солнцезащитное молочко от LACRI. У меня с каждым годом все больше и больше требований к солнцезащитным средствам. В этом году я искала такой продукт, чтобы он подходил и для лица, и для тела. Чтобы не хватило его на весь летний период. То есть у него должна быть большая опаковка. Здесь объем 200 мл. Чтобы он комфортно ощущался на коже. То есть не жирнил как-то, не выбеливал лицо. Вот за счет того, что здесь в основном химические фильтры, он так легко распределяется на коже и быстро впитывается. И вот эти вот дни, пока я его тестирую в целом, у меня устраивает. То есть нет какого-то чувства жирности на лице. Но у нас пока еще и солнце не такое активное и не так жарко. Здесь идет защита от UVB, от UVA лучей, SPF 30. Также здесь идет пантенол, экстрактолой, витамин Е, масло жажоба. То есть он еще дает такой небольшой увлажняющий эффект. И также, что было для меня важно, чтобы он подходил и для моей дочки. Ей в этом году исполнилось годик. Он идет с пометкой 0+. Я этим брендом пользовалась, поэтому решилась купить крем от них. И пока что я довольна. Я не знаю насчет других косметических продуктов. А, например, пилинги, больше они актуальны с осени. Я не мониторила цены летом и осенью, поэтому я не могу сказать точно, насколько там большая разница. Если вы следили за этим, то, пожалуйста, напишите под видео. Но к санскринам этот лайфхак точно применим. Следующий совет, это покупать косметические продукты про запас по акции и покупать их в большом объеме. Я поставила эти два пункта рядышком, потому что они больше применимы к тем продуктам, которыми мы пользуемся на постоянной основе, с которыми мы знакомы. То есть какие-то знакомые нам бренды, которые нам подходят. Можно либо в магазинах мониторить, можно либо в онлайн-магазинах, если вы что-то онлайн заказываете. Я просто скидываю в корзину, пролистываю просто периодически, смотрю, где какая цена изменилась. И также, например, покупать в большом объеме. То есть это, конечно, тоже будет более выгодно. Следующий пункт, это не открывать новый продукт, пока не закончился старый. Раньше у меня была такая проблема. Ну не то, что прям проблема, но я любила купить. Например, я пользуюсь одним гелем для умывания. Мне захотелось попробовать еще какой-то новый гель от другого бренда. Я его покупаю, открываю, пользуюсь. В результате у меня стоит старый, все никак закончится не может. Пользуюсь новым. Ванная это такое прекрасное место для размножения бактерий, поэтому это не очень хорошо. Потому что у каждого продукта есть срок годности после вскрытия, и он не такой большой. Плюс это помогает избежать какого-то ненужного захламления. Поэтому от этой привычки я давно отказалась. Следующий пункт, следующий лайфхак, использовать рефилы. Рефилы это, по сути, такая емкость с каким-либо косметическим продуктом, но в более экономичной упаковке, без всяких излишек. То есть, по сути, это тот же продукт с тем же составом, с тем же весом, но в другой упаковке. Вы покупаете рефил того средства, которым вы уже пользовались, и вставляете в вашу предыдущую палетку. Например, есть рефилы теней, рефилы пудры, рефилы румян. Соответственно, это и дешевле покупать такие продукты, и с другой стороны уходит меньше пластика на их производство. Не все бренды производят продукцию в рефилах. Это надо смотреть. Следующий совет, это использоваться сухой косметикой. Вы любите сухую косметику? Либо, а если нет, но хотели бы попробовать, я уже два года пользуюсь брендом Crystal Minerals. У меня вот от них уже целая косметичка. Где-то я пробники покупала. Самый первый мой продукт, это была вот такая тональная основа. Она уже так подостерлась. И знаете, когда она закончится? Никогда, мне кажется. Ну, здесь уже видно, что что-то заканчивается. У них есть, кстати, и рефилы, есть продукты и в жидком формате. Удобно, потому что сухая косметика, здесь нет консервантов, по сути, здесь нечему портиться. Здесь есть сифтер, сифтер, да, по-моему, так называется. То есть все гигиенично, ничего лишнего внутрь не попадет. Крышечка у спайса, кисточка наносится на лицо. Очень удобно. Следующий пункт, использовать универсальные продукты. Ну, например, у меня был гель для умывания, который закончился, он для умывания лица. И когда он закончился, я стала умываться и попробовала умыться гелем для тела от... У меня это бренд Синергетик. И знаете, что случилось? Да ничего. Так что все умывает. Ну, во всяком случае, на ежедневный уход подходит. Потом я бы хотела что-то на такое, знаете, либо пилинг очищение, либо что-то такое глубокое очищение на раз в неделю, где-то на раз в две недели. Но как на базовые умывания очень хорошо. Главное, чтобы они были бессульфатными, чтобы не повредить эпидермальный барьер кожи. Или, например, увлажняющий крем. У меня был, где я его не взяла с собой, но был увлажняющий крем от Аравия. Я им пользовалась, наверное, где-то год. Тоже мне его надолго хватило. Там большая банка, 550 мл. И стоила она тоже в районе 600 рублей. Крем идет с мочевиной, то есть с натуральным увлажняющим фактором. Он прекрасно наносится, легко впитывается. Мне лично такой он очень понравился. Когда он у меня закончился, к сожалению, не было в наличии его. И я заказала крем от другого бренда. И поначалу он мне тоже нравился. Но потом я заметила высыпание вот в этой области. Я не знаю, то ли из-за крема, то ли из-за гормональной какой-то истории. Но потом я снова купила Аравия, и у меня высыпания прошли тоже. Крема много не бывает. Есть у нас везде участки тела, куда его можно нанести. Поэтому в этом проблем нет. Следующий пункт, хотя не знаю, почему я его отнесла в конец, это разбираться в составах. Это то, по сути, с чего я начала свой канал на YouTube. Разбираться в составах, смотреть бренды. Это очень полезный совет, потому что я не говорю, чтобы прям досконально изучать составы, как-то выглубляться. Сейчас очень много девушек, блогеров, которые делают разборы составов, которые делают профессиональные разборы составов. Есть сайты, куда можно загрузить, посмотреть состав. Что крем, например, не просто из одних консервантов и от души, и там одного глицерина несчастного. А есть еще какие-то компоненты, которые будут полезными для кожи. Единственное, что я не советую сайты, которые от брендов натуральной косметики, например, Экоголик. Потому что вы можете загрузить туда ваш ненатуральный крем, и там будет все красным, красным, красным. Вы перепугаетесь вообще, что же я наносила на лицо. Поэтому лучше выбирать какие-нибудь нейтральные сайты. Вы туда копируете состав, загружаете, и вам там по списку, что они значат. Это очень удобно. Так тоже я делала, когда вот начинала во всей этой теме разбираться. Это помогает понять, что может крем, а что не может. Или там шампунь, или еще какое-нибудь средство. Помогает сэкономить деньги, время. Опять же, от понимания того, что может продукт, а что нет. И вот как раз плавно мы переходим к другому пункту. Обратиться к врачу и подобрать правильный уход для себя. Опять же, если есть какая-то проблема, например, сильная акне, которая не проходит у вас ни первый месяц, ни первый год. Какие-то сильные рубцы. Нужно понимать, что прежде чем вы там перекупите все косметические или аптечные бренды, и вам это не помогает, и вы потратите на это и время, и деньги, и опять же, не будет никакого результата, лучше один-два раза найти там хорошего врача, дерматолог, косметолог, там смотря с чем вы идете, да. И вам подберут. Да, вы заплатите за прием. Да, вам подберут. Возможно, не совсем бюджетный уход. Но вы, скорее всего, он вам поможет, потому что вы там где-то сдадите анализы, посмотрите. Я к тому, чтобы, когда есть реальная проблема, нужно идти к специалисту. И последний пункт, но скорее не про экономию, а про планирование бюджета. Это завести какой-то отдельный счет на приложении вашего банка. У меня это Сбербанк. Я делаю там разные счета со стойой. Там их можно их подписать, можно настроить автоплатеж. И что 100 рублей там еженедельно будет уходить на этот счет. Или, например, 500 рублей в месяц. Размер суммы и периодичность вы выбираете самостоятельно, что вам больше комфортно. Не обязательно каждый раз оттуда брать деньги. Но когда у вас, например, какая-то крупная покупка, например, парфюм или тоже солнцезащитное средство, то есть для всех понятие бюджетное разное, вы просто идете и покупаете с этого счета. Это очень удобно, чтобы в этом моменте не чувствовать, что у вас какая-то дыра в бюджете образовалась. Это были все 10 пунктов на сегодня. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если у вас есть какие-то ваши еще рабочие советы, то пишите тоже под видео. Я буду рада почитать. Спасибо большое за просмотр. Увидимся в следующих видео. Пока!